И для меня одним из самых важных и интересных было то, на который Антон Вячеславович Красовский был приглашен, а мы с Антоном Долиным нет. Это называется открытие Центра Ельцина. Впервые в моей биографии, на моей памяти открывается музей, в общем-то, политическому деятелю, которого я знала. Расскажите, пожалуйста, Антон Вячеславович, как это было, действительно ли это объект искусства, и что вы думаете в этой связи? Ну, слушайте, во-первых, в отличие от Антона Долина, я ничего не понимаю в искусстве, поэтому не могу оценивать объекты искусства, хорошее это искусство, плохое это искусство и так далее. Для меня это было некое событие, можно было его назвать светским, если бы я был Бажиной Рынской, но я в этом тоже ничего не понимаю, поэтому я стоял где-то между Игорем Ивановичем Сечиным, Андреем Леонидовичем Костиным и людьми, которых здесь молодые люди уже не очень помнят, а я помню прекрасно, и думал, что все будет на самом деле хорошо, потому что те люди, которые стояли за мной, а я стоял между Игорем Ивановичем Сечиным, это люди, которые управляли страной 20 лет назад, например, Геннадий Бурболис был такой человек, полудержавный властелин, или я помню, был такой человек Сергей Грызунов, министр печати, вот вы же такого не помните уже, а его вот подсидел Михаил Юрьевич Лесин, например, тоже уже покойный, и видите, а мне всего 40 лет, я молодой, а они уже, дедушки такие, к ним подходят и говорят, ну как пенсию платят вам? Вот я уверен, что я тоже доживу до того момента, вернее, я вот в этом самом месте, глядя на путающегося уже в словах и не читавшего свою речь до выступления Владимира Владимировича Путина, который читает эту речь абсолютно как сенатора Петренко-Достоевского, я понял, что все будет хорошо, и был Борис Николаевич, я его очень хорошо помню, и второй президент был, я его хорошо помню, и третьего президента помню хорошо, и четвертого помню хорошо, вот сейчас пятый президент, он же второй и третий. Да, я хотела сказать, ты где живешь-то? Я подозреваю, что может быть он будет и шестым, а седьмым будет четвертый. А потом мы все сойдем с ума и на пенсии. Но все равно я еще буду довольно молодым человеком, чтобы увидеть их в одной очереди в собес. Поэтому все будет хорошо. Вот что я понял. Вот такое у меня было ощущение. Но самое главное, что я понял, конечно, что единственное, о чем имеет смысл думать в музее, касающийся прошлого, это о будущем, потому что когда это замечательно набитые людьми из прошлого, в том числе мной, самолет, посчитанный по бизнес-классу, все эти... А что значит посчитанный по бизнес-классу? Ну, потому что это огромный аэробус А330, в котором, как ты понимаешь, большая часть места — это эконом-класс. Но посчитанные они все были по бизнес-классу, потому что хорошо кормили и вкусно наливали. И вот когда все эти люди, которые потом сели в маленькие, указанные в специальных приглашениях, автобусики «Мерседес», поехали, вот они сидели, задумчиво смотрели в окна, думали о Борисе Николаевиче Ельцине, о том, как мы потеряли свободу. А перекрытый ради них Екатеринбург гудел им вслед. Эти завернутые в шарфы и шапки свердловчанки плакали и показывали детям пальцами на этих красивых задумчивых людей.